Машина недорога, хорошая, Вася, машина. Почем? Автомобиль? О, привет, хорошее авто, пятеру, зелени всего лишь, недорого, братан. А что, бита, крашена? Да нет, ты что, вся в заводской краске. Ты что, дедушка ездил с под деда на пенсии, дедоган. В воскресенье только в церкву гонял. Ты что, огонь? Ты что, пробега вообще, голяки? Да ты что, может километра 800-900, ты что, машина свежайшая. То говоришь, не крашена. Да нет, ты что, посмотри, вся родная краска, там только так, только пилюка припала нормально. Покупай, не пожалей. Ну-ну, сейчас вот этой штучкой и проверим, крашена она или не крашена. Всем привет! В такой вещи, как толщиномер, нуждаются многие профессионалы в автоделе и в автоподборе. Сегодня у меня на обзоре толщиномер российского производства Arsys DPM816 Pro. В этом видео мы посмотрим, как и чем он поставляется и как им пользоваться. Поставляется прибор в большой коробке с целой кучей плюшек, таких как кожано-силиконовый чехол черного цвета, универсальный чехол-мешок на тесемках, набор калибровочных пластин на 1705 микрон, железная пластина и алюминиевая пластина. Также есть батарейки и инструкция с гарантийным талоном, в котором, кстати, есть таблица с толщиной покрытий разных марок автомобилей. Это, я считаю, очень важно и полезно. Сам прибор небольшой, всего 10,5 сантиметров, в пластиковом корпусе с волнистыми гранями. Работы гаджета от батареек должно хватить на 400 часов работы или до 5 лет в спящем режиме. 816 Pro – это высокоточный прибор для контроля толщины лакокрасочного покрытия на металлических поверхностях. С его помощью можно оценивать состояние авто при автоподборе или страховыми экспертами, а также применять в промышленности для контроля выполнения ремонтных работ, либо нанесения покрытий, ну и так далее. Прибор очень простой, как в настройках режимов, так и в калибровке. В инструкции все элементарно, так что углубляться в калибровку не вижу смысла. Да и само устройство с завода приходит уже откалиброванным, так что если вам прям нужно будет его калибровать, то все есть в комплекте. Это две пластины для проверки материала под краской, первая металлическая, вторая алюминиевая. На самом приборе, помимо большого дисплея, есть три кнопки управления и непосредственно прижимной датчик измерителя. Средняя кнопка питания отвечает за включение-выключение и за активацию подсветки дисплея. Кнопка Mode переключает режимы измерения между автоматическим, ручным и третий режим с отображением результатов пользовательской таблицы калибровок. Следующие нажатия приводят толщиномер в режим непрерывного измерения без фиксации показаний на экране. FE – это проверки по металлическим магнитным сплавам, то есть железо. NFE – замер LKM по немагнитным соединениям. Кнопка Unit переключает режим отображения измерений. При самом процессе проверки авто прибор характерно пищит, что только в пользу при проверке. И если вы проверяете металлическую поверхность, то звук один, а если алюминий, например, то звук другой. В общем, все настолько просто в проверке, что давайте приступим к тестам. А на тесте у нас целых три автомобиля. Ну и теперь сейчас мы приступим к тестам этого измерителя толщины. Ну и что еще хочу сказать про лично свои ощущения после настройки, калибровки и использования этого устройства. Штука хорошо собранная, комплектация богатая, настраивается легко, калибруется просто элементарно. Читаете инструкцию, все элементарненько калибруется. Работает точно, надежно и быстро, что самое главное. Также есть подсветка, что приятно. И куча режимов, которые вам нужны или не нужны, это уже как бы ваше дело. Но если вы, допустим, занимаетесь подбором машин, либо ремонтом, покраской, то я не то чтобы думаю, я точно уверен, что такое устройство вам точно пригодится. Данная фирма, она российская, приборы такие делаются в городе Омск, если я не ошибаюсь. Можно заказать во многих странах, там даже чуть бы не в Америке. По ссылочке в описании вы можете найти список магазинов, где можно будет заказать, если оно вам действительно нужно. И, в общем, приятного просмотра. Давайте смотреть, как я буду тестировать свою джету, потом жигуленка, а потом мазду 626, если я не ошибаюсь. Посмотрим, шпаклеваны вообще эти машины или нет. Но моя шпаклевана 300%, я вам говорю точно. Вы даже, возможно, отсюда увидите ее шпаклеванные и битые места. Так что давайте смотреть. Так, это лично моя джета. О, я тут знаю ее о грехе. Давайте посмотрим на полный трындец. Так, итак, мы видим, что 0,225. Значит, что значит багажник у нас скрасился? 100%. Но это я точно знаю, потому что машине уже скоро 40 лет. Так, давайте посмотрим на крыло, допустим. 1210 у нас крыло показало. Так что, в принципе, понятно, что оно красилось. Но, как я подозреваю, шпаклевки на нем нет. Только краска. Но я знаю, где есть шпаклевка. Давайте перейдем к шпаклеванным элементам. Вот у нас, пожалуйста, вам шпаклеванный элемент. 2250. Вот, то есть, кто занимается машинами, тот понимает. Так, давайте теперь перейдем дальше. Выше, так скажем. Давайте тут посмотрим. 925. Ну, шпаклеванно, но меньше. А рядышком сколько будет? Рядышком будет намного больше. А, меньше. 525. Ладно. Вот, тут уже пошло 1070. То есть, мы понимаем, что подходим к машине, делаем замеры этой штукой и понимаем, что и как. Где шпаклевалась, куда билась она. Даже, возможно, понять, где она переваривалась. Давайте посмотрим двери. Вот, например, двери у меня... Ну, ладно, это двери у меня без шумоизоляции. Тут мы видим 240. Просто 240. А вот перейдем к передней двери. Она у меня за шумоизолирована. И те, кто будет, например, стучать по ней, вот я стучу, тут у меня глухой звук. То есть, вот я стучу, тут у меня глухой звук. Некоторые люди могут подумать, что она, допустим, шпаклевалась. Но, смотря таким прибором, что у нас слой минимальный, мы понимаем, что глухой звук не из-за того, что она шпаклевалась, а из-за того, что она шумоизолирована. Там просто слой виброизоляции стоит. И мы видим, что 0,082. То есть, понимаем по значениям, что машина у нас не крашена. Вернее, не машина, а дверка не крашена. Перейдем к капоту. Вернее, не к капоту, а к крылу. То есть, также у меня крыло показывает 0,095, но оно издает глухой звук, как будто его шпаклевали, потому что я крыло делал шумоизоляцию. Вот. Ну, тут уже смотрим, видим, что видно большой слой, ну, возможно, или шпаклевки, или просто большой слой краски. Ну, опять же, мы каждый из элементов проверяем не один раз, а по нескольку раз. Вот. Тут видим, что это большой слой краски. Это у нас капот. Нижняя, грубо говоря, передняя, правая часть капота. Вот. Видим, что значения похожи, как с крылом, значит, они крашены. Переходим далее. И видим, что тут, наверное, шпаклевка. Даже не наверно, а точно. Потому что у меня там есть трещины той шпаклевки. Вот видим. 1300. Это у нас шпаклевка. А теперь, смотрите, я вам продемонстрирую трещины. Вот они. Вот эти трещины уже шпаклевки. Потому что, говорю, машина очень старая. Вот. И, грубо говоря, мы эти трещины только что нашли. Так, это мы смотрим сейчас крышу. Так, что у нас показывает прибор? 0,175. То есть, мы понимаем, что крыша у нас просто под легкой красочкой. Вот. Не крашен, не битая, не шпаклеваная. Вот такие значения. Так, это у нас «Жигуль». 85-й год. Шпаклеванное крыло. Сейчас нам и прибор покажет, сколько там шпаклевки. 1830. Ёлки-палки. Это, конечно, печально. Давай еще какую-то точку попробуем. Тут у нас, о, вообще 0,094. То есть, это, грубо говоря, родная его, наверное, краска. Интересно. Ну, давай сюда ближе к крыло попробуем. О, 410. То есть, понятно, что тут просто шпаклевки меньше. Оно и крас, и крашено, и шпаклевано. Так, давайте еще тут попробуем. Вот. У нас показывает 0,91. Вот, вам вот, возможно, не видно, но нам 0,091. Вот. То есть, понятно, что родная краска. Давайте передок и двери попробуем. Так, теперь у нас задняя правая дверь пассажирская. Тут знаем, что родная краска. Вот, 0,64. Понятно, что красочка родная. Теперь давайте переднюю дверку посмотрим. То есть, мы знаем все грехи по этой машине, так что говорим с уверенностью. Что и как. 0,067. То есть, тоже понимаем, что краска у нас родная, ничего нигде не бита, ничего не шпаклевано. Ну, по крайней мере, на двери. Теперь давайте посмотрим капот. Так, пишет, что 0,078. Давайте еще рядышком попробуем. 0,073. То есть, в принципе, в зазоры мы в свои рамки входим. Понимаем, что тут родная краска и оно не шпаклевано. Что самое важное, в принципе. Покрасить-то машину можно. А вот понять, или шпаклевали ее или нет, это уже важно. Так, а теперь крыша. Все того же Жигуля. Так, видим что, что 0,059. Также понимаем, что крыша у нас не бита, не крашена. И, как говорится, один владелец. Итак, на тесте у нас сейчас Мазда 626-97 год. Значит, по Мазде у нас допуски от 85 до 130 микрон. Итак, смотрим. Это у нас капот. А, багажник. Так, у нас 200. Давай еще раз. 200 микрон. 200. Давайте теперь другие точки посмотрим по багажнику. 205. И еще с этой стороны. 200. То есть, можно сказать, что у нас багажник крашеный, но крашеный равномерно. Так, это у нас крыло правое, заднее. Давай. По крылу у нас 145. То есть, в принципе, в допуске можно подумать, что выходим. У нас крайнее значение 135. Так, идем дальше. Это у нас дверка. 140. Это у нас задняя правая дверка. 140. Нормально. Идем дальше. Передняя дверка у нас. 140. Понятно. 140 микрон, как я понимаю. Значит, понятно, что двери у нас одинаковые и не крашеные. Значит, сейчас мы тестируем на первом режиме, чтобы понимали. Так, дальше тестируем капот. Так, капот у нас показывает 170. Так, то есть, нормально. Еще раз. Теперь смотрим крыло. Крыло показывает 120. Понятно, что крыло в зазор входит, а капот вот уже не очень входит. Видимо, или перекрашивали. Вот, тут вообще 785. Значит, у нас понятно, что у нас перед машиной шпаклеванный. Морда машины, правое крыло шпаклеванное. Теперь у нас левый передний капот. Татчик показал на 150. Давай еще раз посмотрим. В том самом месте. Оп. 160, то есть, в десятую, сотую погрешность. Это нормально. Потому что у нас может быть пыль. У нас тут пыли много, так что может быть просто пыль. Теперь смотрим крыло. Крыло показывает... Ой, 150. Значит, это все нормально. Так, еще раз крыло. 150. 0,150 микрон. Крыло. Что говорит? Значит, крыло у нас, в принципе, в допуске входит. Оно просто, возможно, крашено. Но не шпаклеванное. Теперь у нас водительская дверь. Левая. Так, кстати, мы можем включить подсветочку. Вот так вот будет лучше видно. 215. То есть, водительская дверь передняя у нас шпаклеванная. А ну, давай еще раз мы ее посмотрим. Хочу, кстати, заметить ваше внимание, что у нас показывается тип металла. Это у нас металл. Это у нас же сталь. И, соответственно, уже сами показания. Еще хочу сказать, что машина, она старая, а не новая. И цвет у нее металлик. Из-за этого, из-за того, что цвет металлик, может быть погрешность в сотую. В одну сотую получается. Ну, при измерениях. То есть, это нормально. Так, и теперь задняя у нас дверка пассажирская. Так, 0,275. Значит, тоже у нас шпаклеванная эта дверка. Давай еще раз попробуем. 0,275. Да, то есть, мы понимаем, что дверь у нас шпаклеванная. Вот такой у нас сегодня вышел обзор. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам этот ролик был интересен и полезен. И, если вы, вам вынуждаетесь в таком приборе, ссылочки будут в описании. Переходите, там смотрите магазины. Там будет список, опять же, магазинов, где можно купить. Казахстан, Россия, Белоруссия, Украина. Там, говорю, Америка даже вроде, если не ошибаюсь, есть. Цены, я не знаю. Ну, вроде нормальная цена. Если вы специалист, я думаю, там цена для вас будет вообще изичная. Пишите в комментариях ваше мнение про данный прибор. Вообще оно полезно вам будет. Ваша деятельность или нет. Вдруг вы занимаетесь подбором машин, например. Кстати, я вон смотрю Эльдара из автоподбора. И там других еще ребят. Так, у них подобные приборы, прям на вооружении точно. Они прям смотрят, ходят. Там подшпаклевано, там подкрашено. Вот, как-то так. Я же не специалист. Ну, как бы сказать, я не специалист. И я очень быстро разобрался в настройке, в калибровке, во всех манипуляциях данным прибором. И, как бы, мне лично он понравился хотя бы тем, что он четкий, хорошо собранный, точно хорошо измеряет и очень просто в управлении. А что еще-то нужно? Был рад для вас снимать это видео и тестировать. Так что не забывайте про лайки. И всем спасибо за просмотр. Всем пока, увидимся!